МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Санавиация и дальнейшее переознащение отрасли. Как реализуется нацпроект здравоохранения в регионе? Из вечерней в общеобразовательную. Завершается реконструкция 2-го корпуса Чебоксарской школы номер 61. Горячая пора. В столице Чуваши ремонтируют дворовые пространства. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел в Москве реад рабочих встреч. Так, в рамках подготовки к заседанию под группу развития физической культуры и спорта он встретился с первым вице-президентом Всероссийской Федерации плавания Игорем Гориным и вице-президентом Лиги Здоровая Нация Николаем Кононовым. Участники встречи обсудили реализацию программы «Плавание для всех», которая формируется по поручению президента России Владимира Путина. В Чувашии плавание является одним из самых массовых видов спорта, уступая по популярности только легкой атлетике. В республике работают более 80 бассейнов в фоках, школах, детских садах, учреждениях Минспорта. Вертолеты санавиации начнут курсировать в Чувашии в 2020 году. Сейчас ведутся переговоры по закупке летательных аппаратов и организации посадочных площадок. Об этом сегодня на пресс-конференции по национальным проектам рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. Доступность и качество медицинских услуг – главный итог реализации национального проекта здравоохранения. Он стартовал в Чувашии с этого года и предусматривает несколько направлений. Министр напомнил, многие из них уже успешно работают в республике. Это и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление парка «Скоры» и ее централизация. Из новостей – в 2020 году в Чувашии вновь появится санитарная авиация. Когда-то этот вид помощи был очень развит в республике. Со следующего года, со второй половины следующего года у нас появляются вертолеты. Тем самым мы будем обеспечивать доступную медицинскую помощь в труднодоступных частях Чувашской республики. Шесть вертолетных площадок должны появиться на территории Чувашии. Сегодня мы уже введем переговоры. Важнейший показатель работы Минздрава – уровень смертности. Согласно статистике, самые частые причины летальных исходов – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. И это области, которые требуют особого внимания и подхода. Значит, больные, поступившие с тяжелой патологией, с тяжелыми случаями инфаркта миокарда, им своевременно и качественно оказывается медицинская помощь. И летальность от этих острых состояний у нас достаточно низкая по сравнению с другими регионами. Но основная проблема, которая возникает здесь – это своевременность вызова скорой медицинской помощи, своевременное обращение наших пациентов. Уже требуют переоснащения сосудистые центры. Они созданы несколько лет назад, но современные технологии развиваются быстрыми темпами. И за этим тоже надо следить. Такие же изменения ждут и онкологический центр. К тому же на территории республики планируют открыть дополнительные онкоцентры. В нашей республике будет создано четыре центра амбулаторно-онкологической помощи. В 2019 году в городе Канаш и дальше в центральной городской больнице, в городе Шумерля и в городе Новочебоксарск. Такой центр рассчитывается не менее чем на 50 тысяч прикрепленного населения. И в функции центра будет входить максимально короткие сроки обследования пациента от момента подозрения злокачественного образования до постановки стадии. Эти меры должны способствовать и росту продолжительности жизни. До 2024 года перед здравоохранением стоит задача обеспечить продолжительность жизни до 78 лет. Ирина Волкова-Бахтьяр-Велиев, Республика. Из 30 тысяч 15 финалистов глава республики встретился с победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Как проходили главные интеллектуальные соревнования страны и как готовятся к испытаниям ребята – подробности у Дмитрия Ковалева. В 10-м классе Александр Толкачев решает сложные задачи не хуже преподавателей высшей математики. В финальном этапе Олимпиады школьников до победы ему не хватило считанных баллов. Но и стать призером – почетно. Очень важно много готовиться, чтобы чего-то добиться на Олимпиаде. Хорошо, что у нас есть возможности в школе. Финишировать первом забеге на длинные дистанции, попасть в мишени без осечек и промахов, сдать нормативы по спортивной гимнастике – так проходил финальный этап Олимпиады по физкультуре. Победа за учеником школы из села Кельдюшево Яльчикского района. Данил в 20-ке лучших. Каждый из нас знает, что победы бывают нелегкими. Победа – это затрата огромного времени. Я считаю, что мои достижения – это не случайность, а закономерность. Анне Гущиной было на кого равняться. В прошлом году победителем финального этапа стал ее родной брат. Сестра завоевала призовое место в Олимпиаде по экономике. Еще я хочу сказать спасибо своим родителям, которые также меня во всем поддерживали. Нужно совершенствоваться и участвовать в следующем году. Среди призеров – и Диана Кавказова. В Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности ей пришлось соревноваться с девятиклассниками. Сама учится в восьмом. Важно – это личные качества, это самодисциплина, организованность. И самое главное – это желание и стремление стать победителем, призером. На подготовку призеров и чемпионов Олимпиад уходят годы упорного труда, говорят наставники школьников. Олимпиада по математике превратилась в некий спорт. То есть, чтобы на самом деле зацепиться даже по нижней планке, это нужно 6 лет ездили в разные математические лагеря, которые в разных регионах проводятся. При подготовке к заключительному этапу были выделены по 50 часов на каждого ученика. Это было здорово. И вот за счет этого мы, например, приглашали в наш лицей призера Международной Олимпиады школьников по математике. И вот он тренинги с нашими ребятами проводил. Чувашская республика входит в 20 лучших субъектов по тем результатам, которые показывают наши школьники. Стали выделять средства на то, чтобы готовить нашу команду. Раньше это даже не делалось. Поэтому действительно будем делать такие интенсивные профильные смены. Глава республики отметил, что за финалистами Олимпиады должны потягиваться и другие ребята. Поддержка одаренной молодежи – приоритетная задача. Для подготовки школьников в регионе в этом году создадут специализированный центр «Аналог» сочинского «Сириуса». Будем максимально оказывать вам содействие для того, чтобы ваши предложения, ваши просьбы были учтены в нашей работе при принятии управленческих решений. Для того, чтобы учащимся создавать еще наиболее благоприятную среду. Это очень важно. Подавать себе, представлять себе век глобализации не так просто. Но те, которые очень ответственно подходят к этим работам, и творческой работе, и касаясь уже предметов технической направленности, вы добиваетесь хороших успехов. У большинства финалистов Олимпиады впереди выпускной и учебный год. А дальше непростой выбор будущей профессии. Глава республики отметил, что здесь важно не ошибиться. Всегда надо всех слушать, слышать, а самим принимать уже ответственное решение. И самое главное – ваше трудолюбие. В перспективе у вас огромные возможности самореализоваться. Будьте достойны. Финалистам Олимпиады и наставникам глава региона вручил благодарности, пожелав двигаться вперед к новым победам. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. На финишной прямой. В Чебоксарах рабочие заканчивают капитальный ремонт помещения вечерней школы по улице Социалистическая. Половина средств выделена из республиканского бюджета, вторая часть – из городской казны. В новом учебном году в этом здании будут учиться ученики столичной школы номер 61. Как идет модернизация объекта, проверил глава администрации Алексей Ладыков. Здание вечерней школы было построено в начале 60-х годов прошлого века. И, конечно, ремонт здесь был крайне необходим. Реконструкция началась в сентябре 2018 года. Полностью поменены водоснабжение, водоотведение, электрические сети, все внутренние работы, отделка, перепланировка. Сейчас расставляем мебель. Оборудование все привезено. С наружных работ осталось фасады сделать и благоустройство. Штукатурить, шпаклевать фасады рабочие закончили сегодня. Осталось покрасить. Есть небольшие сроки отставания, около месяца. Но я думаю, что к середине июня все строительные монтажные работы будут завершены. Оборудование будет поставлено к середине июля. Поэтому мы как и планировали в августе, так и выполним все работы, получим лицензию и откроем эту школу. К 550-летию города. Для профильного обучения старшеклассников здесь оборудуют лаборатории. Химико-биологического, физико-математического, информационно-технологического и других направлений. До конца мая торги заканчиваются. До середины июня будут контракты. К июлю только. В лучшем случае, по сути, до середины июля у вас будет. Ну, а срок поставки? Срок поставки-то какой контракт? 1 июля? Да, 1 июля мы указали. Срок поставки 1 июля по всем контрактам. Там же у нас профориентирован еще оборудование должно быть. Да, конечно. Прототипирование, 3D-моделирование, робототехника, инженерно-технологический кабинет. Мы все это выстроили на торги. Кабинет ОБЖ, кабинет иностранного языка с лингофоном оборудованием, 3 кабинета информатики. Территориальные корпуса располагаются в 20 минутах ходьбы друг от друга. Это будет учтено при составлении расписания, чтобы школьники успевали на занятия. На сегодня школа 61, самая большая в республике. У нас обучается 1750 детей в здании, рассчитанном на 825 мест. Практически в два раза школа переполнена. С вводом данного здания здесь происходит капитальный ремонт. К началу учебного года это здание будет полностью оборудовано. И здесь начнется образовательный процесс. Здесь будут заниматься 500 старшеклассников с 8 по 11 класс. То есть мы как бы разгружаем школу до 1200 ребятишек. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика. В Санкт-Петербурге прошел первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В его рамках состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2019». Лучшие образовательные организации определяются ежегодно. На этот раз участниками конкурса стали как образовательные организации высшего профессионального образования, так и общеобразовательные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Сразу семь столичных садов стали лауреатами конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лидер в области дошкольного образования-2019». В их числе детсады номер 3, 78, 105 и другие. Сегодня второй день работы Медиафорума Общероссийского народного фронта. Там сейчас находится наша коллега Ольга Пырочкина. Есть слово. Добрый вечер, коллеги. Сегодня второй день работы Медиафорума Общероссийского народного фронта 2019. Сегодня эксперты в Украине презентовали ряд новых проектов. Вот, например, проект «Легион заботы». Здесь речь идет о развитии палеотивной помощи в регионах. Интересный проект «Служба занятости 2.0». Здесь уже речь идет об актуализации, о модернизации работы служб занятости для населения. Еще один проект, который, я думаю, будет очень актуальным для Чуваши, это «Село. Территория развития». Сзади меня находится стенд этого проекта. Смотрите, да, некоторые статистические данные. 153 тысячи сельских населенных пунктов сейчас у нас в России. 20% населения имеет уровень дохода ниже прожиточного минимума. Представьте себе. Больше 4 тысяч школьников обучаются во вторую и третью смену. Ну и много других интересных данных. Сейчас мы попробуем побеседовать с представителем проекта. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Беслан. Там присланы. Данный проект мы начали недавно, буквально две недели назад, проект на площадке Всероссийского фронта. Мы ее запустили. И первая стадия это идет посредственно формирование активов на местах. То есть сельских населенных пунктов, муниципалитетов и так далее. Посредственно те люди, которым безразлична судьба своей родины малой, района и так далее. Но если у нас не будут такие заинтересованные люди вовлечены в проект, соответственно, качественной реализации у нас не будет. Я понимаю, что эта программа действительно актуальна, да? Стоит достаточно посмотреть на вот эти цифры. А все-таки активисты, но они всегда, мне кажется, существуют какие-то активисты. Какие инструменты будут в руках, чтобы воплотить в проект все-таки в жизнь? Ну, а в первую очередь, как бы, отобранный проект нашей активисты, они будут проходить обучение. И дальше, сейчас на стадии одобрения проекта Минсельхоза, точнее, госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая будет уже начаться, будет реализация с 1 января 2020 года. Это тоже охватывает все направления села, то есть качество жизни на селе. И жители непосредственно сами-сами будут не просто следить, а не будут еще предлагать. Действительно, никто не знает, да, на самом деле, проблема села лучше, чем жители самого, собственно, этого села. Кроме того, в конце 2019 года эксперты обещали представить некий общественный стандарт села. Ну что ж, мы будем следить за этими и другими проектами в студии. Спасибо, Ольга, мы продолжаем выпуск. Филейли детской городской больницы номер один. По улице Бичурина в столице Чувашии начался капитальный ремонт. Средства выделены из бюджета республики. После реконструкции на первом этаже появится отделение здорового ребенка, что поможет разделить потоки больных и здоровых детей. Детская поликлиника на Южном обслуживает 4800 детей. Здесь работает 5 участков. На время ремонта принимать пациентов будут в детской поликлинике на Болгарстроя-11. Новые тротуары, проезды в микрорайонах, дороги во дворах. В Чебоксарах продолжается муниципальная программа развития транспортной системы. Во дворе дома номер 36 по улице Энгельса кипит работа. Дорожники укладывают основание дорожного полотна – щебенку. Тщательно выравнивают и утрамбовывают. После можно будет класть асфальтобетон. Мы работаем в 8 утра до 8 вечера. Каждый день. Мы должны сдать этот объект на эту неделю, в конце недели. По муниципальной программе обновляют тротуары и заезды во дворы. Расширяют парковочные места. В плане ремонта более 40 дворов. На эти цели выделено 25 миллионов рублей. Сейчас работа идет по 10 объектам. Все они обязательно пройдут приемку с участием председателей домовых комитетов, общественников, представителей администрации. Сроки окончания работ – 1 августа. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Сладость победы. Команда кулинаров Чуваши вернулась с медалями с Международного кулинарного чемпионата, который проходил в Словении. Работа «Нити жизни» кондитера Юрия Сиволоба завоевала золотую медаль в номинации «Кулинарное украшение». Повар Александр Ганиашвили пополнил копилку сборной республики с золотой и серебряной медалями за приготовление рыбного и национального мясного блюда. Преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа Анна Яровая получила бронзовую медаль за изготовление картины из пищевых продуктов. В 80 лет исполнилось народному артисту РСФСР Николаю Григорьеву. Его творческий вечер прошел в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени Иванова. Свет, звук, декорации. Проверять, все ли готово перед началом спектакля Николай Данилович привык давно. 20 лет он совмещал в театре сразу две роли – директора и актера. И знает всю подноготную театральной жизни. Хотя в детстве он даже не думал стать актером. Закончили школу среднюю. Из нашей деревни где-то 5-6 человек ребят. И собрались. Ну, куда идти-то? Учиться надо дальше. Весь институт какой-то. Один говорит, слушай, хороший есть институт в Казани. Какой? Ветеринарный. Некоторые впервые слышат слово ветеринарный. Ну, ветеринарный, ветеринарный. Собрались. Сколько там, 5 или 6 человек мы поехали в Казань в ветеринарный институт поступать. Никто не поступил. Мне не хватило одного балла. Вот я так и не стал ветеринаром. А стал актером. Вот такая судьба. О сделанном выборе Николай Григорьев не пожалел ни секунды. И судьба была к нему благосклонна. Сатин из пьесы «Горького на дне», Аким из «Власти тьмы» Толстого – любимые персонажи актера. Можно без преувеличения сказать, ему даются практически любые образы. Секрет своего успеха знает точно. Секрет в таланте. Если в человеке есть талант, который видит и понимает вот этот образ, он и сыграет это. А еще нет таланта. А кто дает талант? Только вот сверху. Творческий вечер собрал в зале театра всех поклонников заслуженного артиста РСФСР. Самый младший внук Николая Даниловича Александр признается, дед для него пример во всем. Я преклоняюсь перед его преданностью здоровому образу жизни. Мои одноклассники и мои друзья по школе до сих пор спрашивают, а Николай Данилович каждое утро побегает так же, да? Каждый день? Не пропускает? Я говорю, так же. Не пропускает. Они все в 7 часов утра вот так вот в окне смотрят. И как Николай Данилович готовится. Восемьдесят лет. Николаю Григорьеву вручили нагрудный знак Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за достижения в культуре. Юлия Важенина, Алена Алексеева, Андрей Спиридонов. Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова